Когда вы ищете информацию об отложениях кальция в теле, вы снова и снова и снова видите одно слово, и это слово — «идиопатический». Что оно значит? Это значит, причина неизвестна. Мы многого не знаем об отложениях кальция в теле, но сегодня мы обсудим то, что мы знаем, и потенциальные решения этих проблем. И я говорю вот о чём. Костные шпоры, камни в почках, костеофиты — это кальциевые наросты на суставах, зубной камень, кальций в сосудах, отложение кальция в мозге, в тканях молочной железы, на коже, даже в глазах и в нервах. Чем может быть вызвана вся эта кальцификация в тканях? Если у вас была какая-то рана, инфекция, хирургическая операция или травма, то могла образоваться рубцовая ткань. Это место может быть воспалено, так что может откладываться кальций в суставах, где была травма. Надо знать пару вещей. Сустав должен всё время двигаться. Чем больше вы обездвиживаете сустав, тем сильнее кальций начинает его сращивать. Итак, движение позволяет предотвратить отложение кальция в суставах. Есть и другие средства, например, средства, снижающие воспаление, витамин D и омега-3 жирные кислоты. Следующий фактор, связанный с отложениями кальция в тканях, это ПАЖ. В норме кровь должна быть слегка щелочной. Если ПАЖ становится слишком высоким, слишком щелочным, это называется алкалоз. Это мы и обсудим. Кальций обычно выходит из раствора, попадая в щелочную среду или находясь в ней. Это как с водопроводным краном. Могут появиться отложения кальция. Если ПАЖ водопроводной воды слишком щелочной, если у вас избыток кортизола из-за многолетнего хронического стресса или вы по жизни ели много сахара, эти два фактора могут вызвать алкалоз. И тогда кальций может начать откладываться сначала в нервной ткани. Это может проявляться как титания, подёргивание, бывает подёргивание нижнего века. Это признак алкалоза. И это значит, что надо немного повысить кислотность тела. Яблочный уксус — отличное средство для этого. Или займитесь своим желудком. Пейте бетаина гидрохлорид. Ваша проблема с ПАЖ возможно вызвана многолетним приёмом антоцидов или других препаратов. Но чтобы реально нормализовать ПАЖ, надо просто есть здоровую пищу и избегать того, что вам вредит. И ПАЖ тела станет таким, каким он должен быть. Есть ещё один продукт, который даёт отличные результаты в случае алкалоза. Это вот такой продукт компании Standard Process. Это природные компоненты, повышающие кислотность тела. Он повышает кислотность всего организма, и он отлично помогает при артрите, алкалозе, отложениях кальция. Номер три. Если в крови много кальция, это так называемая гиперкальциемия, то кальций может откладываться по всему телу, в том числе в виде камней в почках. Это возможно, если принимать много БАДов с кальцием или пить много молока. Этому кальцию некуда деться, так что он начинает скапливаться по всему телу. Ещё одна потенциальная причина этого — токсичность витамина D, когда его принимают слишком уж много. Но я хочу кое-что сказать об этом. У меня об этом много видео. Такое случается очень редко. И, честно говоря, надо принимать сотни тысяч международных единиц витамина D, чтобы развилась гиперкальциемия. Итак, людям с высоким уровнем кальция в крови ни в коем случае нельзя принимать слишком много БАДов с кальцием, а то и вообще не стоит их принимать. Номер два. Если у вас проблема с паращитовидными железами, я бы обязательно повысил дозу витамина D3. Я бы её не снижал, если только вы не принимаете огромные дозы витамина D3 уже многие месяцы, что крайне маловероятно. Более вероятная причина — так называемый гиперпаратириоз. И сейчас я о нём расскажу. Но сначала два последних момента о гиперкальциемии — избытке кальция в крови. При раке или опухоли уровень кальция в крови может стать высоким. Так бывает редко, и я не стал бы рассматривать это как одну из главных причин. Я бы сперва рассмотрел кальций в рационе и проблему с паращитовидными железами, которые просто слишком активны. Итак, расскажу вкратце о гиперпаратириозе. Есть четыре паращитовидные железы. Они находятся позади щитовидной железы. Вот здесь, у основания шеи. Паращитовидные железы регулируют кальций. И когда у вас низкий уровень витамина D, а витамин D помогает нам всасывать кальций, он повышает усвоение кальция в 20 раз. Итак, при низком уровне витамина D, как у большинства людей на Земле, паращитовидным железам приходится работать тяжелее в поисках кальция. И вот они ищут кальций, заглядывают в кости и одалживают кальций у костей. Они хватают кальций и направляют его в кровь. И это может вызвать гиперкальциемию, высокий уровень кальция в крови. Любопытно, ведь витамин D фигурирует в обеих крайностях. Как высокий, так и низкий уровень витамина D косвенно заставляет паращитовидные железы выводить много кальция из костей и выбрасывать его в кровь. Таков этот механизм. Поэтому если у вас есть отложение кальция, то когда вы принимаете витамин D, может оказаться, что они становятся меньше и могут исчезнуть. Ведь паращитовидным железам уже не надо работать так тяжело, и они перестают сбрасывать в кровь весь этот кальций. Есть и другие причины избыточной работы паращитовидных желез. Возможно, вы принимаете литий. Это один из его побочных эффектов. Возможно, вы принимаете диуретики. А они могут ускорить паращитовидные железы. Может быть, крохотная опухоль в одной из желез. Из-за этого она работает слишком быстро. Это нужно знать. Держите это в поле зрения. Можно провериться, сделать УЗИ, выяснить, есть ли проблема. Но вот чем хороши паращитовидные железы. Скажем, на одной из них есть маленькая доброкачественная опухоль. Но у вас их четыре. Так что есть запасные. В этом случае лучше всего начать принимать больше витамина D3. Теперь обсудим ещё одну возможную причину отложений кальция. И это связано с низким уровнем фосфора. Фосфор есть во многих продуктах, но его больше в продуктах животного происхождения. Фосфор нужен нам для создания ДНК, для выработки энергии, АТФ. 85% фосфора находится в костях. Он делает кости очень прочными. И фосфор работает вместе с кальцием, а также вместе с витамином D. И когда в организме не хватает фосфора, появляется много свободного кальция, и он может творить всё, что угодно. Он может начать скапливаться в разных тканях, где угодно. Так что повысив уровень фосфора, можно растворить некоторые отложения кальция, ведь фосфор контролирует кальций. И я рекомендую фосфор, который выпускает компания Standard Process. Я часто её рекомендую, но я с ней не связан, я не получаю от неё никаких вознаграждений. Есть продукт Phosphood Liquid. Отличная вещь при отложениях кальция. Раньше я его использовал. Есть целый ряд других симптомов, по которым вы можете выявить дефицит фосфора. И последняя возможная причина отложений кальция — это биоплёнки. Что такое биоплёнки? Биоплёнки — это маленькие домики, которые строят микробы, чтобы спрятаться от вас. Так они остаются незамеченными. Это своего рода сообщество микробов, которые сплотились, чтобы выжить. Поэтому антибиотики не справляются с биоплёнками. Биоплёнки формируют зубной камень. Биоплёнки возникают в сосудах, формируют бляшки в сосудах. Биоплёнки могут быть и в суставах. Итак, витамин К2. Витамин К2 работает вместе с Д3. Витамин К2 направляет кальций в кости. Итак, К2 работает с витамином Д, который поставляет кальций в кровь. А К2 направляет кальций из крови в кости, делая их очень прочными. Так что при дефиците витамина К2 могут возникать различные отложения. Витамин К2 содержится в твёрдых сырах, в мягких сырах, в сливочном масле, в яйцах и даже в квашеной капусте. Забыл сказать о последнем моменте. Магний помогает уменьшить отложение кальция. Магний есть в листовой зелени, и если вы едите её много, не беспокойтесь о нехватке калия. Калий можно также получить из электролитного порошка и так далее. Калий тоже помогает нормализовать избыток кальция. Но едва ли это главная типичная причина его отложений, так что я это не подчёркивал. Я описал ряд факторов, которые вы можете исследовать, чтобы выявить свою проблему. Но я бы хотел, чтобы вы узнали немного больше о витамине К2. Если вы не смотрели вот это видео, посмотрите. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ